Вот интересно, да? Вот, если я вашим вниманием управляю, откуда у вас может быть свобода выбора? Всё зависит от того, кто управляет вашим вниманием. Вот, например, картина-скрипачка, да? У неё прямо рука так лежит на грифе скрипки. Ну, прямо работает, работает. А вот посмотрите, вот здесь дорога, и вот здесь дорога. Видите, как это сделано? Ну, прелесть, конечно. Ну, шедевр есть шедевр, что тут говорить? Но я говорю о своей картине, когда я говорю о своей картине шедевр, у вас сразу возникает протест. Как это он может говорить о своей картине шедевр? Так не принято надо, чтобы кто это сказал. Видите, как я управляю вашим вниманием, да? То рефлекс задел, то о картине сказал, то показал дорогу, которая здесь и там. Вот, послушайте. Если вы своё внимание настаиваете на самого себя, прислушиваетесь своим собственным ощущениям, ну, допустим, вот к ногам своим прислушиваетесь, то есть вы отрываете своё внимание от анализа внешних сигналов, переключаете своё внимание на сканирование внутренних каких-то ощущений. И этим самым происходит... А, допустим, у вас колено болит. Колено болит жутко. Оно и управляет вашим вниманием. Вот боль управляет вашим вниманием. А почему боль управляет вашим вниманием? Потому что механизм мозга так устроен. Я вам рассказываю о том, как устроен механизм мозга. Боль управляет вашим вниманием, потому что в обычных случаях, когда вы находитесь в балансе, в психофизиологическом равновесии, когда вы думаете о чём хотите думать, когда у вас есть выбор, вы можете думать о собаке, вы можете думать о лимонах, о мандаринах, о девушках, о картине моей, скрипачка. Вы можете думать о чём угодно, но при этом у вас ничто там не ёкнет. Потому что организм обладает саморегуляцией, он работает автономно, независимо от того, о чём вы думаете. И это позволяет вам думать, о чём вы хотите думать, и при этом ваш организм продолжает нормально функционировать. Давление держится на уровне, температура держится на уровне, сердцебиение держится на уровне, не зашкаливает ничего. Но стоит вам подумать, например, о том, что, ну, вспомнили, например, злую собаку, что за вами побежала злая собака. И вот этот образ превращается в доминанту мышления. Вот видите, отвлекают меня. Это значит, что я всё время, и вы всё время находитесь в режиме постоянного взаимодействия со всякими сигналами. И поэтому вы не находитесь в состоянии, когда вы можете свободно думать. А тема нашей встречи сейчас, и потом я продолжу, о том, есть ли у человека выбор. И когда у него бывает выбор. Потому что выбор связан с вниманием. О чём, когда человек думает, он свободен? Интересный вопрос, правда? Потому что отсюда мы ещё и поговорим чуть дальше, и вы поймёте, как устроен гипноз. То есть, когда у человека нет выбора, когда он становится марионеткой. Да. Когда я говорю вам, например, прыгай, и ты прыгаешь. Да. Или говорю, пой, и ты поёшь. Так, как великий тенор, или как шаляпин поёшь. Так, как ты хочешь петь. Вернее, не ты хочешь, а как тебе сказали, пой. Пой, как шаляпин, будешь босить. Пой, как тенор. Будешь тенором, тенором, тенором. И голос у тебя будет вот такой, как я тебе скажу. Но я тебе об этом всём расскажу во второй части. А сейчас я просто задал тему. Есть ли у человека выбор. Свобода воли. Есть ли у тебя свобода воли. Итак, есть ли у человека свобода выбора. Свобода воли, так сказать. Ну, говорят, что человек этим и отличается от животных. Потому что животные, они как бы действуют по программе. Своих инстинктов, рефлексов. Не могут планировать своё будущее. Они всё время задействованы. А человек вроде бы, ну вот, как я говорю, заболела нога. И внимание его уже на ноге. И он уже не может ничего другого сделать. Потому что всё внимание на ноге больное. Почему? Потому что, когда он в равновесии находится, он может думать о чём угодно, сравнивать, сопоставлять. Сознание это внимание. И вот теперь оно на ноге. Почему? Потому что организм так устроен. Организм устроен таким образом, когда какая-то поломка, сразу сознание туда, дабы понять, как восстановить своё равновесие. Ну, хорошо. Об этом мы потом поговорим, в следующий раз. Почему именно негативные ощущения так называются, и почему, собственно говоря, они управляют вниманием. Потому что, как только внимание на какой-то точке, допустим, больная точка, почему она больная, почему негативные ощущения. Потому что они забирают больше мозговой энергии. А больше забирают, а по закону сохранения энергии, которую я в своей теории усилия, результата, в книжке даже своей писал, украшения стресса, теория усилия, результата. Так вот, вопрос заключается в том, что когда больше энергии что-то забирает у человека, соответственно, он входит в транс, соответственно, он не может ни о чём другом думать. и если он в этот момент подумает о том, что, ну, теперь буду болеть, а когда в трансе он думает, ну, теперь буду болеть, это становится, условно говоря, навязчивостью, это становится установкой. Установка отличается тем, что она создаёт структуру соподчинения всех других процессов этой доминантии. Ну, у меня же есть теория новая модель работы мозга, там можно в сайте посмотреть, стрессу, новая теория модели мозга, новая модель работы мозга, что бывает всего. Ну, там посмотрите. Так вопрос заключается в том, есть ли выбор или нет. Что управляет вниманием, то управляет сознанием. Значит, ваш выбор ограничен вашим вниманием. А есть единственное состояние, когда ваше внимание максимально широко. О чём вы тогда думаете? Когда внимание максимально широко, оно тоже ограничено. Оно ограничено вашей генетикой. Потому что, когда вы задумчивы, когда вы в состоянии такое рассеянного внимания, не сфокусированного, на ноге, например, или на звонке, например, чём-то, или на какой-то другой сигнализации, а когда вы свободны, то там у вас ограничения именно вашей генетикой, вашими способностями. Вот это состояние задумчивости. Ну, такое бывает, или когда вы сильно устали, или когда вы просто сидите, отдыхаете и думаете как бы ни о чём. Или в момент нашего упражнения разгрузка, когда вы сняли все напряжения, все эмоции негативные, когда эмоции вообще не сопровождают ваш мыслительный процесс от соединения, как две половины мозга функционально разъединены, то в этот момент у вас остаётся там главное соединение. Это ваша физиология. Если вам хотелось до этого спать, то, конечно, в этот момент вы засыпаете. А если вы хотели там чего-то другого, например, были настроены внутренне, реализовать какие-то свои способности, свои таланты, почему вы не можете никогда оставаться сами собой. По идее, либо вы остаётесь с собой наедине с каким-то сигналом, либо в этом состоянии такой задумчивости наедине с своими мыслями. А если вы ещё более-более так углубляетесь в эту задумчивость, нейтральное состояние, это когда прекращается внутренний диалог, а там какой выбор? А там вы восстанавливаетесь. Там вы восстанавливаетесь. Природа так устроена. Там смартфон, условно говоря, вашего мозга допитывается запасом необходимых химических веществ, потому что все мозговые процессы это либо электричество, либо химия. Запас, ваша батарейка заряжается, и вы постепенно-постепенно зарядившись, уже думаете, уже думаете, а там возникает творчество. Творческий процесс начинается, потому что нормальный человек, у кого психика не повреждённая, энергия мозга уходит на творчество, на созидание. Таким образом, когда вы выходите из стресса, стресс это тоже неуправляемый транс. Там тоже одна доминанта. Ну, вы смотрите мою модель работы мозга. Одна доминанта это транс. Много доминанта это обычное бодрствование. Сон есть, сон со сновидениями. это все как круговорот вещества природы, как смена времён года. Это как раз обновление вашего состояния. Поэтому есть бодрствование, есть транс, есть сон, сон со сновидениями. Это всё одно и то же, только на разных частотах работы мозга. Так вот, когда диалог внутренне прекращается, а диалог это что? Это по существу вы разговариваете как бы сами собой, но с кем-то. Но с кем-то. Вы разговариваете как бы с обществом. Это отражение структуры общества внутри вас. И когда и это замирает, и когда возникает пустота в голове, вот там и наступает истина. Когда вообще нет мыслей, нет эмоций, истина. Это вот момент, когда очень широко ваше внимание и вроде бы как ни на чём. Вот это состояние нуля, которое позволило создать понимание у математики, например, интуитивное понимание, что такое ноль. Присутствие, отсутствие одновременно. Вот это состояние, вот эта точка, это очень интересная точка. в этом состоянии, после этого состояния вы опять творец. Вы опять творец. У вас нет выбора. У вас нет выбора. Когда вы освободились от шейшего шелухи, от сует, впечатлений, тревог, беспокой с дня, когда ваше внимание освободилось от всего от всего, что вас постоянно держит в задействованности, вы, наконец, опять возвращаетесь к себе, и там уже начинает постепенно открываться ваше творческое начало. Человек по природе творец. Выбора у него нет. И у него единственный выбор быть самим собой. Быть собой это счастье. И поэтому человек всегда стремится, где бы он ни находился, найти те виды деятельности, где он востребован, где он легче исполняет свои обязанности. Потому что там, где он работает в области своих способностей, ему сама природа его помогает, его генетика. Там он свободен. Есть ли у него выбор? Ну, сами подумайте. Какой у него может быть выбор, если он изначально, изначально по природе творец, а все остальное это напластование, напластование, от которых он освобождается и обнажает свою предназначенность, свое место под солнцем. Поэтому выбора у него нет. Никакого. Потому что он по природе творец. А до этого момента он исполнитель. потому что он постоянно вынужден реагировать. Реагирует, реагирует, реагирует. Есть два внимания. Внимание внешнее и внимание внутреннее. Свобода внешняя и свобода внутренняя. Да. Две половины мозга. Я говорю условно, метафорами. Но имеющий уши, как говорится, услышит. Нам надо соединить две эти свободы, свободу внешнюю, свободу внутреннюю. И научиться с помощью метода ключ быстро, быстро переходить из состояния транса в состояние обычного бодрствования. Состояние сна, если хотите, состояние с насосновидениями. А вот это нулевое состояние, это состояние между сном и бодрствованием. Когда у вас нет рационального мышления, и нет иррационального мышления, а новое качество, новое качество, вспомните, когда вы находитесь между сном и бодрствованием, когда вы засыпаете, например, если вы какую-то мысль обдумываете, обдумываете, там у вас такое пространство широкое, вы можете спокойно обдумывать, потому что вы не вынуждены быть задействованными, не на внешние какие-то сигналы, не на какие-то внутренние, а только на то, что вас сейчас волнует, волновало, а теперь у вас творческий момент, вы ищите какие-то решения, если они вас заботили, вы их обрабатываете, перерабатываете, и вы засыпаете, просыпаетесь, и флюктурируя между этими состояниями, вот так вот, плавая между этими состояниями сна и бодрствования, между рациональным и иррациональным, вы находите решение, да, самые простые решения находите, потому что между сном и бодрствованием нет страхов, комплексов, стереотипов, потому что вы там сами собой, вот это очень интересно, я потом раскрою эту тему немножко конкретнее, расскажу вам немножко еще очень интересные вещи, ну, до встречи, друзья.